Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в поселке Витязево. Это район города-курорта Анапа на первой береговой линии. В 50 метрах уже море находится. Итак, сзади меня находится отель по адресу Скифская, 14А, который называется Art Life. Позиционирует он себя как 4 звезды. В этом году он проработал уже 2 недели и сейчас принимает гостей. Мы посмотрим, как в прямом эфире, как проходит здесь жизнь. Это первая линия. Здесь находятся очень красивые, большие отели. Здесь с правой стороны проход на море, вот где люди идут. Можно пройти также с левой стороны. И давайте зайдем в сам отель. Выполнены вот такие в белых тонах по фасаду. Выглядит это очень красиво. Сразу на входе можем увидеть, как люди пришли с пляжа и моют здесь ножки. Помыли уже чистенькие, заходят в номера. Также есть по фасаду две скамины, на которых можно посидеть. Открываем дверку и попадаем на ресепшн. И здесь можем увидеть, как раз таки, как происходит заселение. И ни в одном отеле мы, в принципе, этого не наблюдали. Привет! Вы к нам приехали только? Нет, я уже давно. А нравится вам тут? Да! Ой, это самое главное, ребята. Работает Wi-Fi. Дети сидят, ждут, пока их родители поедят. Мы предварительно зашли, сняли линию раздачи. А сейчас здесь происходит как раз таки заселение. Люди себе регистрируют номера. И потом будут уже подниматься на лифте, либо по лестнице, в места своего размещения. Вестибюль очень красивый. Здравствуйте! Это отель ArtLife. Я администратор Марина. Мы будем очень рады вас видеть. Приглашаем вас к нам в гости. Приезжайте. С зоны вестибюля, друзья, мы попадаем с вами в зону отдыха, которая находится во дворе. Здесь есть и лестница, и пандус. Повторяю, здесь очень многое продумано именно для вас. На территории расположены скамени, столы, за которыми вы можете посидеть и отдохнуть. Можно взять еду в столовую, выйти сюда. Через день здесь проводится анимация. Гостиница выполнена буквой «П». То есть у нас очень много номеров, которые выходят во двор, чтобы вы могли следить за своими детьми, как они здесь будут играть. Также имеется очень большая парковка, на которой вы можете разместить свое транспортное средство. То есть это уже не будет для вас проблемой. Можете посмотреть, сколько машин стоит, насколько здесь востребована этот отель. Очень важно по пожарной безопасности отель, оборудован пожарными лестницами, вы можете увидеть, какая обширная территория двора. Эти лестницы имеются и слева, и с правой стороны. Корпус между собой соединен проходами. Друзья, мы заходим на линию раздачи питания. Можете увидеть, какой просторный зал здесь. Здесь я хочу сразу отметить огромное количество кондиционеров. И когда заходишь с улицы, как я сейчас пришел, просто успеть показать вам, как это все выглядит. Здесь невероятно комфортно находиться, прохладно, и вам будет здесь вкусно. Сейчас в этом отеле работает он не как шведская линия. Питание не включено, идет за отдельную плату. То есть здесь предоставлены все возможные вкусные блюда, которые вы только бы хотели попробовать. Есть огромный выбор напитков. Вы можете выбрать шашлык, разнообразные салаты, рыба, тоже очень многих наименований. Мясные блюда. То есть питание, причем и обычное, и диетическое. Здесь огромный выбор разнообразных первых блюд. И также сладкие блюда. Причем все блюда собственного производства. Сейчас питание идет по наименованиям, как раздача. Вам накладывают блюда, которые вы хотите, и потом на кассе их оплачиваете. У нас представлен большой выбор блюд на любой вкус. Очень много мясных, рыбных блюд. Есть вегетарианское меню. Очень много разных десертов, первые блюда. Все гости довольны. Сейчас у нас как раз начинается обед 13.00. Можете посмотреть, уже все идут кушать. Люди идут именно в эту столовую при отеле, потому что так и безопаснее. И вы будете уверены, что питание свежее, когда каждый раз кушаете в одном месте. Детки и родители очень-очень быстро бегут к раздаче. Это тоже хорошее. Каждый выбирает, занимает сразу себе свой любимый стол. Столов здесь много. Как я и сказал, очень комфортно. Работает кондиционирование. А это самое важное, когда ты хочешь покушать, чтобы есть не на жаре. Есть такие вот передвижные столики. Не надо ходить с подносом, просто на нем и довезли себя уже до стола. Я такое вообще никогда не видел. Так, лифт закрывается. Лифт на две стороны выход. И послушаем, как едет. Не гремит и хорошо. Выходим с лифтом. Хочу показать коридоры. Очень просторный, широкий. В коридорах имеются кулера со стаканчиками, с холодной, горячей водой. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим 329 номер. Вход по карточкам. Приезжали, заходим. Закрываем дверку и попадаем в большущий. Вот так вот, пятиместный номер. Он действительно большой. Здесь очень много места для вашего размещения. С правой стороны прихожая. Повесить можно верхнюю одежду. Есть зеркало. Здесь имеется шкаф для хранения. Это первое отделение. Здесь присутствует сейф. Это второе отделение. Здесь есть плечики и место для размещения ваших вещей. Далее продолжается мебель. Здесь столешница. Пуфик есть под зеркало. И холодильник снизу. Сверху телевизор. Тут у нас расположен двухспальный раскладывающийся диван. Поворачиваем камеру. И здесь две кровати. Полностью все отделано очень красиво. Кровати у нас одна двуспальная, одна односпальная. Две прикроватные тумбочки. Имеется брас, политсистема. Также в номере есть перекатной столик. Этот номер шикарен тем, что вы прямо с кровати можете смотреть на море. Не верите? Смотрите. Я открыл балкон. Вижу, как катаются гидроциклы. Ходят по морю корабли. Балконы, конечно, здесь произведения искусства. Потому что виды невероятные. Просто это наши дюны. Люди гуляют по ним. Ходят на пляж вот с правой стороны. Рядочком прохода, о котором я говорил. И сразу видно водную гладь. То есть вы можете наблюдать каждый день закат, не выходя из своего номера. Находимся мы всего лишь на третьем этаже, друзья. Класс. На балконе имеется два стула, стол. И из номера есть свой санузел. Санузлы здесь тоже очень большие. Представьте, какая огромная душевая зона. С тропическим душем. Полностью великолепное наполнение. Также есть унитазы, раковины, зеркало и фен. Номер действительно очень крутой, большой, просторный. Сейчас в пик сезона в августе в пятером вы можете сюда приехать за 8000 рублей. В сентябре будет дешевле. И самое важное, сюда, если надо, могут вам добавить дополнительное место. Приезжайте, отдыхайте, ребят, на первой линии. Сейчас мы с вами посмотрим 317 номер. Это двухкомнатный люкс. Заходим. Первая комната у нас представлена в таком формате. С правой стороны имеется прихожая, шкаф, есть бар, под него тумба, раскладывающийся диван, есть перекатной столик, пуфик под зеркалом со столом и телевизор. В правом углу у нас имеется сплит-система. Отсюда у нас вход в санузел и во вторую комнату спальню. Также имеется выход на общий балкон с этой комнатой и со спальней. Наполнение шкафа выглядит вот так. В левом отделе имеется сейф. У нас также все работает по карточкам. Заходим, вставляем освещение за работу. Давайте посмотрим комнату, спальню. Здесь у нас установлена односпальная, двухспальная кровать, изголовье во всю длину. Есть бра и своя сплит-система. И, как я и сказал, выход на балкон. Напротив кровати имеется телевизор. Выходим на балкон. Здесь у нас также открывается шикарный вид на море. На него можно смотреть также с кровати. Имеется стол, два стула и здесь невероятно красивое ограждение. Это беленькие балясинки. Очень мне они нравятся. И виды на дюны, наш лук серебристый, на голубую каемочку вдали. Класс. Санузел в этом номере тоже очень большой. Есть душевая зона, есть унитаз, раковина, зеркало, фен. Также, куда повесить ваше полотенце и вещи. Тропический душ и обычная душевая. Снять этот номер сегодня можно за 9000 рублей. В сентябре будет дешевле. Здесь просто акцент надо сделать именно на сентябрь. В том, что сейчас загрузка-то большая везде. А вот в сентябре приезжайте, отдыхайте, экономьте ваши денежки. Тем более погода у нас просто великолепная в это время. На этажах имеются утюги и гладильные доски. Мы находимся на первом этаже. Сейчас с вами посмотрим еще один номер. Здесь трехместное размещение. Есть точно такие же, но с двухместным. С правой стороны у нас прихожая. Здесь имеется шкаф. Вставляем, кстати, карточку. И у нас включается освещение. С правой стороны столешница, зеркало, пуфик, холодильник. Наполнение шкафа. С левой стороны сейф. С правой стороны у нас вешалки. И место для хранения ваших вещей. Заходим в сам номер. С левой стороны кровать односпальная. Две прикроватные тумбочки. Бра. Проходной, кстати, имеется выключатель. Есть предсистема. С правой стороны на стене висит телевизор. Также имеется свой собственный балкон. Здесь все так сделано, что во всех номерах имеются балконы. Номер большой, просторный, друзья. Имеется свой собственный санузел. Выглядит вот так. Раковина с левой стороны. Есть зеркало, фен, унитаз. А также имеется душевая зона с тропическим душем. Место для хранения полотенцев. И куда повесить вашу одежду. Здесь у нас балкон выходит во двор. То, о чем я говорил, что многие номера расположены именно с таким размещением. То есть вы можете сидеть на балкончике и смотреть, как аниматоры занимаются с вашими детьми. Ну или вот так вот сидеть отдыхать на террасе непосредственно перед самим отелем. На балконе имеется два стула и стол. Также место, куда повесить ваши вещи, просушиться. Стоимость трехместного размещения сегодня 6-700. В сентябре будут акции и скидки. Если вы будете заселяться в такой же двухместный номер, будет стоимостью 5-600. Ну и хочется показать вам востребованность столовой. То есть насколько много людей здесь кушают. Все-таки перед тем, как идти на пляж, решил затестировать столовую. Попробуем, насколько здесь вкусная еда. Ну судя по количеству людей, которые сидят за столами, едят и стоят на раздачу, очень вкусно. Я прям на самом деле восторг, когда видишь такую востребованность. Это нереально круто смотрится. Взял борщик, взял такую с моцарелой курочку, рыбки кусочек и салат. Селедка под шубой. Я думаю, что можно протестировать. И еще раз ставлю огромный лайк хозяевам за кондиционирование. Как здесь прекрасно просто. Борщ очень вкусный. Мне нравится. Какая вкусная рыбка, ребятки. Все, мы попробуем. Протестируем салатик. Судя потом мог съесть, спокойно кушать и не думать о том, что надо записывать и наслаждаться едой. Надо показать вам вот это блюдо. Это куриный рулетик. Он с сыром, который был. Там еще и ветчина внутри. Очень вкусно, ребят, очень. И зашлифуем мы все, ребятки, этим тортиком Анапа. Здесь сыр маскарпуны, карамель и безешка. Довольный, объевшийся. Пообщался с людьми, посидел. Хорошо отдыхает. У них все хорошо. Это самое главное. Отправляемся на пляж. Ну, хотя мы, в принципе, уже на пляже и находимся. Ну, что, друзья, мы отправляемся с вами на морюшко. Здравствуйте. Люди подъезжают. Здравствуйте. И отправляемся туда. Направо пройдемся. Здесь, кстати, есть и тротуар. Отсюда лучше видно сам отель. Ух, ребята, у нас сегодня погодка. Прям очень жарко. Я только что внутри сидел. Там так было хорошо, прохладно. Везде работает кондиционирование. И тут мы вышли прям адская жаришка. Для желания вы можете прямо через дюны перейти. Но мы пойдем по настилам. Как я и говорил, есть через блок. Видите, изначально видеопроход. Либо сюда. Что-то та, что-то сюда. Как бы все рядышком. Настил полностью до пляжа. Его здесь подчищают. И прогуляться по нему можно даже с колясочкой. Если вдруг вам кажется, что это большое расстояние. Либо ваши детки не любят ходить. Ну и плюс в обуви вы идете. Вам песок даже в жаришку не жгет. Здесь очень круто проводить время. Когда закаты, рассветы. Вышли, наблюдаете на эту красоту. Просто погулять по дюну. Походить, подышать морским воздухом. Не забывайте, что это залежи вообще кварцевого песка. То есть вы будете отдыхать в одном из лучших мест мира. То есть пришли, закопались в дюны, полежали, оздоровились. Мы в детстве, когда приходили по весне купаться. Вода еще холодная. В море окунемся. Прибегали в дюны. Закапывались в песочек. И вообще не болели потом. Не знал даже, что такое врачи и лекарства, друзья мои. Одна минута движения. И мы с вами уже наблюдаем море. Все рядом. 39,1. Показывает температуру воздуха. И мы с вами практически добираемся уже до моря. До самого берега у нас как раз таки настил. Мы его с вами проверили, протестировали. Все очень хорошо. С левой стороны у нас пляж Валеграда. Здесь можно прийти, поиграть на площадках волейбольных. Там за денежку в аренду. Там тоже есть душевые кабинки. Ну и здесь, в принципе, пляж оборудован полностью под все ваши запросы. Есть футбольное поле, переодевалочки, даже кофейня. Барная зона. В этом году нету собственного пляжа у отеля. Но в следующие годы это все обязательно появится. И также будет линия шведской раздачи. Так что в этом году пока дешево, приезжайте, отдыхайте на первой линии. Приходите вы на берег моря. Оно такое вот великолепное. 34 градуса возле моря. Давайте замерим ее. Наверное, это мой рай. Просто великолепно, да? У нас когда такие перекаты встречаются, прям, знаете, как заводь с этой стороны. С этой стороны бассейн. Гладкая водичка. Людей много счастливых, довольных. И причем вы видите, отдыхаете вдали от центральных пляжей. Что Венера, вот туда сзади меня находится, в сторону Витязевской косы, где много людей. И что центральная Витязева улица Мира, тоже в ту сторону, тоже не так много людей. Идеальный отдых для всей вашей семьи. Можете приезжать. Ждем вас особенно в сентябре. Итак, по температуре водички 32 градуса. Это очень удивительная температура. Это показывает то, насколько сейчас жарко. Вся интересующая вас информация есть под видео. Если чего-то не хватило, пишите в комментариях. Я вам все расскажу, подскажу. С вами был Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморский. Увидимся в следующем видеосюжете. Ну, а мы вас ждем, конечно же. Увидимся в Витязево. Эти встречи будут лучше всего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok